Что такое SWIFT и чем нам грозит отключение от этого самого SWIFT? Давайте расскажу подробно, стоит ли этого бояться и насколько это страшно. Итак, здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. В последнее время, ну, как бы, все больше говорят о том, что Россия будет отключена от системы SWIFT. И во что это вылезет, и что это за система? Рассказываю. Смотрите, система SWIFT – это система международных платежей. То есть это такая система, в которой регистрируются банки, банкам присваивается определенный номер типа БИК, я не знаю, как он называется в системе SWIFT. Вот, и банки, когда производят платежи между собой, они, значит, дают обращение в SWIFT, там, значит, система кодирует, значит, соответствующие ключи поставляет, потом соответствующие ключи тому банку. И таким образом идет транзакция, и тот и другой банк понимает, что деньги, вернее, запрос на транзакцию поступил именно от банка, от того, который написан в платежке, чтобы не было никаких недоразумений, что, так сказать, ну, как было раньше, когда были фальшивые авизы в свое время. Тогда появилась SWIFT, ну, и соответствующая система в банке российском. Чем грозит отключение от SWIFT нам, простым гражданам? Ну, в общем, сказать, как только нас отключат от системы SWIFT, мы вроде бы ничего не заметим, то есть наши карточки будут работать, наши счета будут работать, все наши средства останутся в сохранности, и здесь ничего не будет. И, значит, вот у меня дочь спрашивала, говорит, что я смогу, как бы, что я не смогу сделать, если отключат Россию от системы SWIFT. Единственное будет осложнение то, что вы не сможете переводить деньги за рубеж банковским переводом, то есть вы не сможете там, ну, я не знаю, как часто вы переводите деньги за рубеж, короче говоря. Вот, но здесь немножечко другое. Смотрите, Россия связана с зарубежными странами, есть операции импорта и экспорта. Так вот, мы не сможем ничего импортировать, то есть мы не сможем ничего купить, потому что мы физически не сможем оплатить за этот товар, и, соответственно, мы его не получим. И, с другой стороны, значит, зарубежные партнеры не смогут нам заплатить за те товары, которые они покупают у нас, соответственно, Россия не получит вот эти денежки от экспорта. Вот такие пироги. То есть, смотрите, все знают, что Россия экономика, в общем-то, сырьевая, и Россия поставляет, живет за счет того, что поставляет нефть, газ, значит, там по золоту мы крупнейшие производители в мире, некоторые редкоземельные металлы и прочее, прочее, прочее. Кроме того, если вы пойдете в магазин, то очень много товаров, которые вы увидите просто сделаны за рубежом, ну, то есть, как бы, зарубежный производитель, а те, которые не сделаны за рубежом, которые сделаны в России, то там процентов на 60-70 многие состоят из все-таки импортных материалов. И вот здесь вот все как раз и накроется. Поэтому, к чему это приведет, ну, сейчас я расскажу на примере, на простом. Смотрите, ну, скажем так, я занимаюсь полиграфией. В полиграфии, значит, мы печатаем различные там этикетки, значит, и используем в качестве материалов, что бумага прежде всего, бумагу мы сейчас используем, ну, мелованная бумага качественная, это, она практически вся импортная, практически вся импортная покупается за доллары или за евро, ну, в основном за, ну, за доллары или за евро, вот так скажем. Теперь дальше. В полиграфии используются краски. Краски тоже мы используем практически все импортные, но в последнее время мы использовали корейские краски. Есть краски китайские уже появились, тоже неплохие. Формы печатные китайские полностью сейчас, перешли на китайские, раньше были европейские. Вся химия была английская, ну, то есть во многом английская, немецкая, ну, в общем, вот так. И, соответственно, мы покупали все это у поставщиков. Поставщики непосредственно это дело получали из-за границы. Сейчас, в данный момент, вот, ну, во-первых, цены, доллар вырос, цены на бумагу выросли. Смотрите, вот сейчас я могу прямо данные дать, потому что мы их смотрели. 17 декабря 1337 рублей, не знаю, за, может быть, килограмм. Вот, ну, просто сами цифры. 26 января мы заплатили 1560, судя по всему, за килограмм. И, значит, 22.02.1835. То есть, смотрите, с середины декабря по февраль цены увеличились, ну, я посчитал, могу сказать точно, на 37%. Вот, я побежал узнавать, ну, а как бы можно купить там китайскую бумагу, она вроде была дешевле. И, значит, коллеги мне сказали, что с бумагой вообще проблемы. То есть, скажем, китайская бумага может быть в конце марта, мне сказали, будет поставка. И это вряд ли. Вот так вот. Ну, соответственно, значит, возникнет дефицит бумаги, и просто ее не будут продавать. Вот. Либо будут продавать, но очень дорого. И так во всем. То есть, бумага это вот, ну, это то, что близко мне, и я вот говорю, что вот это вот показываю. Ну, соответственно, все производство использует какую-то часть, достаточно большую, импортных деталей. Без них это производство остановится. Что у нас производится без импортных деталей, прикидывайте сами, и что остановится? Ну, я бы сказал, что остановится примерно все. Вот. К чему это приведет? Вот. Да, значит, сейчас наблюдается в мире дефицит чипов, вы знаете, да? Вот. И в связи с этим производители многие, ну, просто не могут производить автомобили. И, значит, они сокращают поставки, ну, прежде всего, в Россию. Таким образом, у нас сейчас уже, ну, было объявлено, что прекращаются поставки новых автомобилей. BMW, там, Mercedes, Audi, Volkswagen, не знаю, Citroёn, точно. Вот. Ну, то есть, ряда целого автомобиля. Да, Land Rover, Jaguar, это все английские, там, сказать, полностью. Вот. Вот такие пироги. К чему это приведет? Опять же, к дефициту автомобилей. Есть автомобили, которые производятся в России, скажем, там, под Питером производится BMW. У нас здесь под Калугой Volkswagen и Citroёn, Peugeot Citroёn, значит, там, и траки производятся там. Ну, вроде бы это еще будет производиться. Насколько долго, я не знаю, потому что там тоже очень много запчастей, как вы понимаете, импортных. Далеко не все, значит, делается в России, соответственно, все это тоже будет, скорее всего, остановлено. Это приведет к тотальному дефициту, скажем, на рынке автомобилей и к повышению цен, ну, прежде всего, на новые автомобили. То есть, дилеры уже не торопились снижать, не было, вы знаете, предновогодних скидок традиционных. И, соответственно, никто не собирается снижать цен на автомобили, что приведет к росту цен, естественно. Если они не снижаются, то они растут, потому что есть дефицит. Дефицит ведет либо, значит, к отсутствию товара, либо к росту цен на него. Других вариантов нет, это законы экономики. Значит, соответственно, рост цен на все это будет. Далее, значит, американцы вводят санкции на поставки технологий. Что это такое? Это значит, что будет запрещено поставлять товары, которые содержат американские технологии. То есть, ну, там определенный список и так далее. То есть, все, что запатентовано, скажем, в США, и эти патенты используются в указанных изделиях, эти изделия будут запрещены к поставкам сюда. Да, то есть, будут запрещены к поставкам компьютеры с процессорами Intel и AMD. Калькон не знаю, чей, не помню. Потом, значит, сотовые телефоны абсолютно все используют американские технологии. Значит, есть там американский патент. То есть, я боюсь, что неважно, где они произведены, значит, там это тоже, все становится, это тоже приведет к либо к росту их цен, либо к дикому дефициту на них. И, кроме того, программное обеспечение у нас, насколько я понимаю, Windows у всех на компьютерах стоит, Windows может остановиться в любой момент. Телефоны фирмы Apple там вообще говорят, что написано, что это изделие, в общем-то сказать, как бы дается чуть ли не в аренду, то есть, как бы там не в собственность. То есть, они просто по щелчку вот так могут остановиться абсолютно все. То есть, перестали работать и все, превратились в железяку. Вот, ну или там в эту вот красивую штучку блестящую, но которая не работает. Вот, ну, с Google не знаю, что будет, как бы, Google это Google, это немножечко другое. Вот, с Android. Но, тем не менее, я думаю, что может быть дефицит телефонов, дефицит вообще всего. Вот, и во что это выльется? Вы знаете, я в свое время был в Югославии, еще когда она была Югославией. Вот, это было очень давно, это еще был там, ну, при Горбачеве. Вот, потом началась война, и лет через пять после войны мы проезжали по той территории, где, ну, шли боевые действия. Значит, на границе там Боснии и Хорватии, значит, мы видели там сожженные деревни и так далее. Еще через несколько лет мы по той же дороге проезжали, все было процветающим. Но что я хочу сказать, что вот когда мы проезжали, уже когда все было процветающим в Хорватии, все было более-менее нормально в Боснии, вот, мы въезжаем в Сербию, которая была, в общем-то сказать, ну, как бы, там, после этой войны, значит, там, санкции против Сербии и так далее. И был потрясающий контраст. То есть мы въезжаем в Сербию, мы едем, ну, когда по центральной дороге едешь, там нормально, там бетонка, и она идет вне всяких городов. Когда въезжаешь в город, там, и сразу видно, то есть мы въезжаем в город, въезжаем в какие-то, ну, второстепенные дороги, дороги чахлые, значит, дома убогие. Цыгане. Очень много. То есть практически мы что-то подумали, что там вообще в Сербии одни цыгане живут буквально. То есть дома какие-то чуть ли не заброшенные, вот такие, грязь. Зашли в магазин и абсолютно не увидели тех товаров, которые мы привыкли видеть. Ну, то есть в магазинах в России, сказать, что за рубежом они примерно одинаково выглядят сейчас. Вот. Так вот, в Сербии магазины были достаточно такие потрепанного вида. Вот. Все товары были совершенно другие сербского производства. Я не скажу, что они были совсем уже плохие. Но они были очень-очень дешевые, значит, потому что в Сербии жизненный уровень был в то время намного ниже, как раз из-за санкций. То есть жизненный уровень был сильно ниже. Мы, когда въезжали в Сербию, ну, то есть, соответственно, мы въезжали там от куда-то, чуть ли не из Италии, может быть, мы ехали. Вот. И, значит, там цены одни, там, значит, здесь цены другие. Но они примерно одинаковые всюду были. Вот. Въезжаем в Сербию. В Сербии, конечно, если пересчитывать через доллар, то цены были раз в пять ниже. Что это значит? Это значит, что жизненный уровень раз в пять ниже, чем в развитых странах. То есть, как бы, сербы, ну, вряд ли могли путешествовать, скажем так. И, ну, были вынуждены покупать, естественно, сербские товары, которые не такие уж и плохие, на самом деле. Но жизненный уровень, я говорю, явно ниже. Ну, для справки, например, во всех странах были отели, так сказать, где-то, ну, в районе, там, 50 долларов, 60 долларов за ночь. Мы платили на четверых, то, значит, где-то там, в небольшом городе в Сербии мы остановились, нашли какой-то отель. Я пересчитывал в районе 8-10 долларов за ночь. Вот так. То есть, раз в пять ниже я почему и сказал. Примерно за те же самые, как бы, условия. Вот такие пироги. То есть, жизненный уровень был раз в пять ниже, чем в приличных, нормальных странах. Во всех остальных, грубо говоря. Ну, я думаю, что вполне возможно, что наш жизненный уровень примерно так и будет. То есть, мы будем покупать все российское. Вот, и это будет достаточно дешево. Курс доллара будет, в принципе, нормальный, но просто из-за отсутствия импортных товаров. Цены на импорт будут дорогие. В магазинах будет продаваться очень-очень убогий ассортимент российского производства. Но цены будут какие-то такие, чтобы люди смогли только прокормиться, ну и все. Ну и любить Путина, соответственно. Вот, как бы, такие перспективы. Ну, я повторяю, что я это видел вот на примере Сербии буквально. То есть, как бы, я это видел в динамике. Значит, сначала до войны там было все хорошо. Потом сразу после войны, значит, видел сожженные деревни в Сербии. Мы тогда не заехали. Вот, мимо проехали. Ну, а когда въехали, вот, было такое, такие условия. Ну, примерно как в Албании. Но Албания сейчас, наоборот, как раз больше развивается. Очень сильно. Но там, когда я там был, там было так себе. Вот, такие пироги. Это то, что нас, судя по всему, ждет. В Иране я пока не был. Очень хочу съездить, посмотреть, что там. Но говорят, очень-очень плохо. Я в Турции встречал иранских людей, которые, так сказать, там, из Ирана приехали в Турцию. Значит, они там отрывались, они говорили, о, блин, мы приехали в такую свободную страну, здесь можно там алкоголь пить. Они там раки квасили только так, девчонки пытались там со мной заговорить на английском там и так далее. То есть, ну, как-то и достаточно жалко все это было. Вот, ну, вот так. Такие пироги. Я надеюсь, что я обрисовал картину так примерно. А, да, значит, что же будет, каким образом будет вводиться вот это вот отключение от SWIFT? Я вот сейчас смотрю, наблюдаю, да, значит, тотального отключения России от SWIFT не будет. Судя по всему. Почему? Потому что если тотально отключить все от SWIFT, то это значит, что в Европу перестанет поступать российский газ и российская нефть. Что приведет к резкому росту цен на это все и просто не выдержит Европа, не выдержит никто. Соответственно, я читаю, значит, данные и пока от SWIFT будут отключены те банки, против которых сейчас наложены санкции. Это достаточно легко делается. То есть, берется вот этот самый БИК, то есть регистрационный код в системе SWIFT и он просто отключается. И все, все платежи из банка и в этот банк прекращаются. Соответственно, те компании, которые занимаются импортом, вернее экспортом, ну короче говоря, которые покупают за рубежом какие-то материалы, они просто перерегистрируются быстренько в другом банке и будут проводить вот эти вот платежи внешнеторговые через другой банк. На это уйдет какое-то время, достаточно быстро все это сделается и до тех пор, пока тот новый банк уже тоже не будет отключен от SWIFT. С другой стороны, сейчас идут работы по тому, чтобы отключать не целиком банки, а конкретные компании, конкретные товары не поставлять. Вот это вот то, что объявил Байден и он сказал, что это пострашнее, чем SWIFT, потому что будут выборочно. То есть, нефть они у нас будут покупать, а вместо нефти на полученные доллары мы ничего не сможем купить. Вот такая картина. Теперь дальше. Еще один момент в тех санкциях, которые сейчас продумываются, я вот читаю, да, и, значит, могу сказать следующее, что вроде бы Airbus объявил о прекращении лизинговых соглашений, расторжения. Это приведет к тому, что самолеты компании Airbus не смогут пройти предполетную подготовку и, соответственно, без этого они не могут летать, потому что им никто, ну, как по правилам, не может этого позволить. Это значит, что все самолеты Airbus, ну, вот любимые А320 там, они встанут и перестанут летать. То есть, соответственно, ну, во-первых, закрывается небо над всеми странами, но это международные перелеты. Я не думаю, что многие из вас летают там за границу. Но внутри страны тоже летают в основном Airbus, Boeing и совсем немного самолетов уже российского производства осталось. Так вот, Airbus, если встанут, то это, ну, больше половины парка самолетов России. Что будут компании делать с этими Airbus и лизинговые компании? Ну, есть вероятность того, что они будут выставить их на продажу, что, естественно, повлечет за собой дикие убытки для Airbus. Boeing, насколько я понимаю, пока не торопится. То есть, компании будут продавать Airbus, доплачивать деньги, покупать Boeing. Boeing – это американская компания. Они, несмотря на то, что говорят, что надо Россию полностью отключить от всего, но, значит, ну, не от Boeing. Как бы, и, соответственно, Boeing от этого получит только прибыль, скорее всего. Но ждите перебоев с авиаперевозками. Ну, то есть, по России можно будет ездить только на поезде, скажем так. Ну, вполне может быть такое. Вот, как бы, такие пироги. Ну, всякие суперджеты, я думаю, что они тоже смогут остановиться, потому что это Бомбардье. Это американская, насколько я понимаю, компания. И там тоже все будет весело. Вот, мы будем интенсивно пересаживаться на сухой суперджет и, ну, на самолеты российского производства, которых производится достаточно мало. То есть, ну, как-то производство налажено, но наши российские компании не торопились их брать. Сейчас они будут брать их более охотно. Вот, ну, говорят, что не самый лучший самолет. Ну, как бы, тут уже выбор не очень, как бы, есть. Вот, такие пироги. Что еще из новостей я читал? Ну, так, пока не припомню. Ну, вот, особенно яркие это про самолеты. Ну, про ограничения на всякий импорт, на автомобили и так далее. Ну, я надеюсь, что это видео было полезным. Я надеюсь, что прояснилось что-то. Если что-то непонятно, спрашивайте, отвечайте, комментируйте, поделитесь этим видео с своими знакомыми. Ну, а на сегодня все. Лайк, подписка и до встречи. С вами был Демитков Юрий.